В эфире Петровка 38, я Алексей Качкин. Здравствуйте. Евгения Серебрякова, который подорвал машину на севере столицы, утром 24 июля избежал в Турцию, доставили в Москву. Мужчине предъявлено обвинение по двум уголовным статьям. Он заключен под стражу, сейчас с ним работают следователи. Подозреваемый рассказал о деталях преступления и признался, что работал по заданию кураторов с Украины. Подробности в репортаже Максима Ларина. Турецкий Бодрум. Местные правоохранители задерживают подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Им оказался Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, уроженец Волгоградской области. Была получена информация, что утром 24 июля он вылетел в Турцию. В связи с этим Серебряков был объявлен в международный розыск. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России направили турецким партнерам информацию о личности подозреваемого, его приметах и возможном местонахождении. Благодаря оперативной работе сотрудников Интерпола на поиск и задержание предполагаемого преступника ушло менее суток. По данным правоохранителей, из Турции Серебряков собирался уехать на Украину. По версии следствия, ночью 24 июля Серебряков заложил бомбу под водительское сидение внедорожника, припаркованного во дворе дома на Синявинской улице. Устройство сработало в 6.30 утра, как только хозяин завел свой автомобиль. Вместе с мужчиной в салоне находилась его жена. У водителя оторвало ступни, женщина получила ранение лица. Серебрякова доставили в Москву и отвезли на допрос к следователям. Это его первые показания. Мужчина рассказал, что еще в феврале сам предложил спецслужбам Украины сотрудничество. Впоследствии я начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Айр. Также была одна встреча в Стамбуле. После этого я забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства. Обвиняемый признался, что украинский куратор оплачивал его расходы при подготовке к подрыву машины в Москве. Илья обещал мне также украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов. Впереди у задержанного долгая череда следственных действий и суровое наказание. Злоумышленнику предъявлено обвинение по двум статьям. Покушение на убийство двух лиц и незаконный оборот взрывных устройств. Во время следствия он будет находиться под стражей. Большую часть жизни серебряков рискует провести за решеткой. В центре столицы с велопарковки средь бела дня пропал дорогой велосипед. Хозяин заявил в полицию. Вычислить вора помогла система видеонаблюдения «Безопасный город». Вот преступник подходит к своей добыче, делает вид, что разговаривает по телефону, а сам тем временем незаметно перекусывает парковочный трос. После, как ни в чем не бывало, садится на чужой двухколесный транспорт и уезжает. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Хамовники задержали подозреваемого, ранее судимого, 37-летнего мужчину. Похищенный велосипед он продал. Ущерб более 50 тысяч рублей. За кражу задержанному грозит крупный штраф и до пяти лет тюрьмы. 52-летняя жительница Подмосковья собралась лететь на Кубу, а в итоге осталась в России. Отпуск на берегу океана закончился, так и не успев начаться. ЧП произошло в аэропорту Шереметьево. Женщина поднялась на борт самолета, вылетающего вородера, почти в бессознательном состоянии. Чтобы не скучать 14 часов в воздухе, она как следует выпила на земле. И оказалась в центре внимания других пассажиров и бортпроводников. Ударила? Апись, ударила, да? Дебоширка нецензурно выражалась и ударила девушку, которая сделала ей замечание. Вылет пришлось отложить, хулиганку эвакуировать. Встань, все нормально будет. Что? Может быть нормально, если у меня уже ничего не нормально. Экспертиза подтвердила, что женщина была пьяна. Транспортные полицейские составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство. А это штраф или 15 суток ареста. В подмосковном Королеве стражи порядка расследуют уголовное дело по факту нападения на местную жительницу. Женщина зашла в подъезд своего дома. Следом за ней мужчина. Он распылил в лицо потерпевшей содержимое перцового баллончика, а затем достал из рюкзака стеклянную бутылку и несколько раз ударил свою жертву по голове. После этого нападавший скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в городском округе Щелково. Им оказался житель Московской области 2003 года рождения. На допросе задержанный признался, что потерпевшую не знал. Он случайно заметил ее на улице и решил ограбить. Я совершил нападение на незнакомую девушу с целью украсть у нее денег. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по ней – до семи лет тюрьмы. Житель подмосковного Жуковского всегда мечтал о верном друге, но денег хватало только на выпивку. Во время очередного похода за пивом мужчина все-таки осуществил свою давнюю мечту. На этот раз он вернулся домой с товарищем, лохматым и четвероногим. Развязка истории в материале Юлии Ковалевой. Мужчина в футболке купил пиво, но идти домой в одиночестве ему не хотелось. Тут же у магазина он увидел свою мечту, привязанную к столбу. Он убедился, что на него никто не смотрит, и отвязал чужого пекинеса, тут же придумав собачке новое имя. Пес явно сопротивляется. Рвется к двери магазина в надежде, что его увидят и заберут хозяева. На самом деле пекинеса зовут Буся. Хозяева оставили ее без присмотра ровно на две минуты. Обнаружив кражу, сразу же обратились за помощью в полицию. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в кратчайшие сроки установили и по месту фактического проживания задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе осмотра его квартиры оперативники обнаружили животное, которое передали законному владельцу. Перспектив и амбиции у 30-летнего подозреваемого нет. Денег хватает только на пиво. А питомца он грезил всегда, а купить было не на что. За что задержаны сотрудниками полиции? За кражу собаки. Какой именно собаки? Породные, я не знаю, собаки. Хозяева были очень рады возвращению Буси. Для них она как член семьи. Я Бусю очень люблю. Бусю, она подарок нам от покойного сына. Поэтому я без нее вообще не могу. Я тебя очень люблю. И больше никогда, никогда тебя не оставлю. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Кража». На преступление признался подозреваемый, его толкнуло одиночество. Хотелось, чтобы кто-то встречал его дома по вечерам. Мужчина нигде не работает, не женат, но очень влюблен в девушку Татьяну, которая не отвечает ему взаимностью. Именно поэтому чужого питомца отвергнутый кавалер назвал именем возлюбленной Таней. Юлия Ковалева, Роман Фоменко, Петровка, 38. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. На уходящей неделе полицейские Москвы задержали 60 человек, причастных к наркоторговле. Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного приобретения, хранения, изготовления и сбыта запрещенных веществ. У драгдилеров изъяты амфетамин, гашиш, героин, кокаин, марихуана и другие наркотики. После передозировки на больничных койках оказались 64 жители столицы. 9 из них скончались. В Курганской области пресечена деятельность крупной нарколаборатории. По указанию и на деньги анонимного куратора, два химиколюбителя купили дом, забрали из тайника ингредиенты и оборудование и стали варить мефедрон. У злоумышленников изъяли около 50 килограммов зелья, 150 канистр с прекурсорами, а также две машины. Они были куплены на прибыль, полученную от продажи зелья. Возбуждено уголовное дело. Куратор задержанных ищет. В городе Артеме Приморского края сразу 4 коммерсанта стали фигурантами уголовных дел за организацию незаконной миграции. Бизнесмена нанимали на работу иностранцев, у которых не было нужных документов. Также полицейские задержали 11 человек, которые жили и работали в нашей стране незаконно. Они заплатят штрафы и будут выдворены за пределы России. В Ленинградской области полицейские пресекли деятельность семейки аферистов. Муж и жена регистрировали хостелы, чтобы затем регистрировать в них мигрантов. Так, за два года они помогли легализоваться 4 тысячам нелегалам и заработали на них почти 30 миллионов рублей. Алана Тедеева продолжит тему. Здесь одна большая дружная семья – мошенников. Вместе они решали различные бытовые и коммерческие вопросы. Один из них – помощь нелегальным мигрантам. Это глава семейства и нелегального бизнеса. Два года назад вместе с женой мужчина открыл хостел в нежилом помещении в городе Волхове. Общежитие они оформили на свою родственницу. За что задержаны сотрудниками полиции? Не знаю, за миграционную постановку учёт. То есть граждан ставили на учёт? Да. Злоумышленники массово регистрировали в хостеле иностранцев. Но никто из них там фактически не жил. Всё шло хорошо, пока прошлой зимой деятельностью супругов не заинтересовались проверяющие. Тогда парочка аферистов закрыла хостел. Но уже через месяц провела ребрендинг и реанимировала бизнес. Новое общежитие на старом месте теперь было зарегистрировано на другого человека. Такую схему злоумышленники провернули ещё раз в октябре 2023 года. И готовились к новой процедуре в августе. Эти планы разрушили полицейские. За что задержаны сотрудниками полиции? За то, что классифицировал хостел в Волхове. Так, что делали в этом хостеле? Проводил экспортную оценку, классифицировал. По данным полиции, в криминальной схеме была задействована и дочь организатора бизнеса от первого брака. На девушку был оформлен ещё один хостел в другом районе Ленобласти. Давно этим занимаетесь? Не знаю. Ну, это три хостела. Итого, аферисты зарегистрировали в России как минимум 4 тысячи мигрантов. Прайс был фиксированный 7 тысяч рублей. По адресам проживания фигурантов и их связей, а также по местам нахождения хостелов, проведены обыски. В ходе которых изъяты мобильные телефоны, компьютеры, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут других фигурантов. Алана Тедеева, Михаил Кирсанов, Петровка, 38. В Омской области пьяный водитель не хотел попасть в руки правосудия. Поэтому устроил гонки со стражами порядка. На большой скорости уходит. На большой скорости. Госавтоинспекторы пытались остановить иномарку. Но нарушитель это требование проигнорировал и лишь прибавил газу. Для его задержания были привлечены еще несколько экипажей госавтоинспекции. Пытаясь уйти от полицейских, водитель неоднократно допускал грубые нарушения правил дорожного движения, чем создавал на дороге аварийно опасные ситуации. Стражи порядка сделали предупредительный выстрел в воздух. Но гонщик не отреагировал. Тогда полицейским пришлось стрелять по колесам. Но даже с пробитыми покрышками злоумышленник не остановился. Стражи порядка пошли на крайние меры. Нарушитель съехал в кювет и был задержан. От 34-летнего лихача сильно пахло алкоголем. Предлагаем обратиться на месте при помощи локотектора Р-88. Отказывается? Нет, я не отказываюсь. На водителя составили 15 административных протоколов. За руль он сядет теперь нескоро. Более 150 килограммов ингредиентов для изготовления запрещенных веществ изъяли полицейские у автолюбителя в Чувашии. Мужчина был межрегиональным курьером банды наркоторговцев. Оперативники давно следили за злоумышленником. И задержали его с поличным. Он вез крупную партию так называемых прекурсоров из Москвы в Чувашию. Водитель замазал номера машины грязью, чтобы обмануть камеры видеонаблюдения. Но это ему не помогло. В машине стражи порядка обнаружили несколько мешков с порошкообразным веществом. Содержимое мешков отправили на исследование. Оно показало, что это не удобрение. Экспертиза установила, что из тайника закладки мужчина забрал прекурсоры наркотических средств весом около 150 килограммов, свободный оборот которых запрещен. Координаты тайника закладки и маршрут следования ему дистанционно сообщали телефонные кураторы. Наркокурьеру грозит до 8 лет колонии. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи.